Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иоиля и обратимся ко второй главе. Здесь, во второй главе, мы видим с вами некоторую новую часть поэмы о конце времен, поэмы о Дне Господнем, поэмы о катастрофе, в которой, если так можно вообще выражаться, пророк воспевает и описывает ту страшную катастрофу, которая происходит с народом Божьим и со всем Ближним Востоком. Обратите внимание, кстати, что в отличие от пророков предыдущих поколений, Иоиль до сих пор, в общем, ничего не говорит о нравственных причинах происходящего. Пророки предыдущих поколений сказали бы, народ Израилев, вы нарушили, там, вот это, вот это, вот это. Вы поклоняетесь сиглам, вы угнетаете беззащитных, и поэтому вот наступает катастрофа. Здесь мы, в общем, видим другую песню, другой разговор. Иоиль говорит, наступают ужасные события, очень масштабные, от которых никому не защититься. И это день, идущий от Бога. Вот, собственно, и все. Пока. День Господень, который, по мысли пророка, должен стать причиной ужаса, страха, трепета для всех жителей земли, и он наступает уже, в общем, независимо ни от чего. В поколении Аиля, может быть, у людей чуть старше, и особенно чуть младше Аиля, в следующем за ним поколении, вот это вот ощущение неотвратимости Дня Господня нарастает, а наоборот ощущение, что, исправив собственную жизнь, что ты что-то с этим можешь сделать, это ощущение, наоборот, ослабевает. Так, нечто подобное мы, скажем, обнаружим и в книге пророка Даниила, вернее, правильнее говорить, в книге Даниила, потому что это произведение не пророческой письменности, оно было написано позже, Аиля, во многих других. Вот идет нечто с неотвратимостью движения планет, и уже разговоров о предотвратить, отменить нет, это уже невозможно. Вот наступает День Господень, он близок. День тьмы и мрака, какого не бывало от века. И это тоже обычная для библейской апокалиптики вещь, говорить об этом как о грандиозном, уникальном, неповторимом событии, какого не бывало от века День тьмы и мрака. Вот этот страх, даже лучше, наверное, сказать ужас, перед наступлением Дня Господня, очень такое характерное переживание всей апокалиптической литературы, которую она хочет читателю внушить. И поэтому вот об этом приходе Дня Господня, пророк говорит с удивительной образностью, он говорит перед ним, перед наступлением этого Дня Господня, земля как сад Эдемский, а позади будет опустошен степь, и никому не будет спасения. Вид его, как вид коней, при виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Это такое событие, как ураган, или как действительно подобное, кстати, нашествие саранчи, которое движется по земле, и никто не может от нее скрыться и избежать. День Господень – это то, от чего невозможно укрыться. Стало быть, вот еще одна важная для пророка мысль, День Посещения происходит не зависимо ни от чего, потому что Бог так захотел. Бог приходит, Бог посещает, День Господень наступает, и укрыться невозможно никому. И вот он описывает такие регулярные боевые порядки воинов, имея в виду, кстати, все ту же саранчу, на самом деле, которые идут каждый, не сбиваются в кучу. Вот такое пугающее зрелище. И перед ними, перед этими войсками потрясается земля, и все колеблется, поколебались основания земли. «Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». Этот образ, который Иоэль еще будет использовать в следующей главе, «Солнце и луна помрачатся» – самые основы мироздания, то, как устроена жизнь на земле, будет поколеблено. Что-то здесь будет происходить драматическое, что-то меняться принципиально, потому что Господь даст голос свой. «Велик День Господень и весьма страшен, кто выдержит его?» Вот вопросительный знак. Кто выдержит его? Ну и, в общем, подразумеваемый ответ самого пророка на этот вопрос – это, конечно, ответ «Никто». Никто не выдержит этот День Господень, потому что это невозможно, потому что это колеблются все основания природы, не только человеческой жизни. Никто не выдержит. «Однако пророк не был бы пророком, если бы он не следовал призванию, которое Бог дает пророкам всегда». и начиная с 12 стиха появляется в пророческой речи некоторый призыв, который действительно связывает его с мыслями, проповедями и служениями других пророков. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте плача и рыдания. Обратитесь ко мне всем сердцем своим». Бог таким образом призывает к раскаянию. Ну, обычно в таких случаях мы говорим слово «покаяние». «Однако ж это не вполне одно и то же». Здесь пророк говорит о раскаянии, о сожалении. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте плача и рыдания». «В сожалении о том, что мы из себя представляем». И оплакать – это собственное убожество духовное и нравственное – это задача, от которой невозможно уклониться. Но есть еще одна важная вещь, касающаяся покаяния и раскаяния. И об этом говорится в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». «Раздирайте сердца, а не одежды». Потому что существует множество внешних признаков покаяния, внешних проявлений, действий там, начиная от вретища и пепла, посыпаемого на голову, и изменений рациона питания и так далее. И, конечно, вот раздирание одежд. Все это – внешние проявления. И эпоха пророка Иоиля и сам пророк отлично знают, что эти внешние проявления могут ничего не проявлять. За ними может не стоять никакая реальность души, никакая личностная работа, никакой внутренней перемены или поворота ума, как будет говорить Новый Завет, может и не быть. Поэтому Господь говорит через пророка «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Потому что без внутреннего содержания, без раздирания сердец, это раздирание одежд не имеет никакого смысла. Оно не требуется Богу. Богу нужно, важно, чтобы сердца наши обратились от зла. Поэтому вот раздирайте сердца, а не одежды ваши. Ну или то же самое можно прочесть в предыдущем стихе. «Обратитесь ко мне всем сердцем, в своем в посте плача и рыдания». Сердца раздирайте, обратитесь ко мне сердцем. Между прочим, это чрезвычайно важный принцип, который характеризует всю библейскую культуру от первой до последней страницы, и который принципиально важен, на самом деле, для христиан тоже, что внешние события, внешние действия, внешние проявления без душевной работы не имеют цены и ни зачем не нужны. Пророк же дальше говорит, «Раздирайте сердца ваши, обратитесь к Господу Богу вашему, потому что Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Потому что Господь сожалеет о бедствии. Он не злорадно потирает руки, как нередко думают люди, а сожалеет о том бедствии, которое происходит с людьми. Но для того, чтобы в этом бедствии Бог мог оказаться для людей защитой, нужно что-то, нужно, чтобы мы раздирали сердца, а не одежды, и обратились к нему с надеждой. Снова, как в первой главе, пророк говорит, «Вострубите трубой, назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберите народ». И поэтому он говорит, вот чтобы здесь между притвором и жертвенником плакали священники, в другом месте в храме пусть плачут люди, и говорят, «Пощади Господи народ твой, чтобы не издевались над нами другие народы, чтобы они не говорили между собой, где Бог их». Таким образом, молитва пророка, видите, как строится, «Защити нас, Господи, от бедствия, чтобы другие народы не насмехались над тобой, над твоей защитой». Вот в надежде на эту защиту пророк Иоэль предлагает своим современникам обратиться к Богу. И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой, и ответит, и скажет, значит, тогда произойдет некоторое такое событие, будет ответом на то, что народ Божий на него надеется, ответом, откликом на эту просьбу, и, может быть, даже вопль, больше вопль, чем слова о помощи и помиловании. И вот Господь ответит и скажет, «Я пошлю вам хлеб, вино и еле, и будете насыщаться». В этот момент страшного голода, когда саранча и засуха свирепствуют на полях и виноградниках, и скот пасти тоже негде, в этот момент, когда кажется, что действительно голод может быть абсолютно смертельным. Знаете, современные люди в 20-21 веке, хотя и знали чудовищный голод, ну, по крайней мере, последние десятилетия несколько, нам трудно себе это представить, до какой степени впроголодь жили люди в древности, и поэтому то, что здесь говорится, звучало и воспринималось совсем по-другому. Пророк говорит о том, что наступают, вот они идут, вы все видите времена абсолютного голода, когда все погибнут, но если мы будем надеяться на Бога, Бог ответит и скажет, вот я дам вам хлеб, вино и елей, не бойся земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это, у Бога хватит сил для того, чтобы вот это чудо совершить, чудо насыщения, чудо выживания. Может быть, наиболее точным определением будет здесь именно чудо выживания, которое совершает Бог. то, что посреди катастрофического голода будет пища. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, дождь ранний, дождь поздний. Ну, вообще говоря, конечно же, в контексте всей второй главы эта фраза, это 23 стих, совершенно уместна. Она связана со всем контекстом, потому что речь идет о засухе и саранче, о том, что обречены на голодную смерть все народы, не только израильтяне, не только иудеи, все народы. Обратитесь и молите Господина, молите Бога, надейтесь на Него. Кто знает, может быть, он сжалится. Кстати говоря, ведь потрясающая формулировка 14 стиха. Кто знает, может быть, он сжалится. Вообще-то, вся глава о милосердии Божьем, но свобода Бога важнее. Кто знает? Какое решение примет Бог? Наша задача просить. А какое решение примет Бог? это его свобода. И вот вы в эту засуху Чадо Сиона радуетесь, потому что даст Господь дождь в меру. И, соответственно, от этого дождя зазеленеет пустыня, взойдет хлеб, ну и голод таким образом прекратится и угроза голодной смерти отступит. Однако, надо сказать, что исследователи слова Божьего нередко, многие, хотя, конечно же, не все, говорят о том, что здесь есть некоторая неясность оригинала и поэтому невнятность переводов. Обычный, стандартный, общепринятый перевод, как на русский, синодальный, так и на большинство других языков, все же говорят здесь о дожде, который заканчивает засуху, который прекращает вот эту череду голодных дней. Однако, другие говорят, исследователи говорят о том, что это выражение Господь даст вам дождь в меру, правильнее было бы переводить Господь даст вам учителя праведности или учителя праведного, того, кто придет от Бога научить людей праведности, научить людей тому, как следует жить перед Богом, чтобы не грешить и чтобы вот эта засуха не висела над тобой домокловым мечом. Он даст вам учителя праведности и тогда будут и будет неспосылаться вам там дождь ранний, дождь поздний. И в таком виде эти слова, конечно, превращаются в мессианское пророчество. И надо сказать, что понятие об учителе праведности в предновозаветную, в новозаветную эпоху было весьма и весьма известно. Ну, в частности, ессеи, жители Мертвого моря называли одного из лидеров, может быть, основателей своего движения, учителем праведности и писали о том, что учитель праведный погиб в Иерусалиме по вине первосвященников. Таким образом, вот весь этот мессианский смысл конца второй главы вполне может иметься в виду. И, кроме того, заметьте, что Иоиль здесь говорит о действительно апокалиптическом торжестве, что важно для людей, которые живут в проголодь, наполнятся гумнохлебом, воздам за те годы, которые пожирал саранча, будете есть до сытости и насыщаться. Нам трудно представить себе, нам кажется, что это уж очень приземленная картина, будете есть до сытости и насыщаться. Но для эпохи пророка Иоиля это действительно важно. Это то, что является свидетельством, знаком присутствия Царства Бога. Там, где мы можем не бояться голодной смерти, там, где мы можем есть до сытости и насыщаться и славить имя Господа, который дивное соделал с нами. Дивное соделал с нами. Это чудо, это необыкновенная вещь, невозможная в пространстве земных царств. Вот такая вот такое изобилие, которое прямо противоположно саранче. И когда это будет, тогда говорит Господь, вы узнаете, что я Господь Бог ваш, я посреди Израиля, и мой народ не постыдится. Ну и кроме того, в этом же гимне Бог говорит через пророка о том, что вот в эти дни, когда вы узнаете, что я Господь Бог ваш, что я избавляю вас от неминуемой гибели, когда вы узнаете, что я даю вам эту новую возможность, новый шанс, новую жизнь, тогда излию от духа моего на всякую плоть. Господь говорит здесь через пророка о том, что Дух Божий, который движет сердцами, который движет умами, Дух Божий, который не в воинстве и не в силе, как говорит пророк Захария, может быть, за одно или два поколения до Иаиля, вот этот непостижимый, непостижимое присутствие Бога, который говорит в человеческом сердце, вот этого Духа Божьего Господь обещает излить на всякую плоть, даровать его всем людям, и все будут таким образом слышать Бога, знать его. Здесь по большому счету трудно еще пока говорить о том, насколько универсально это пророчество. Вполне при желании можно ограничить его действия только народом Божьим. Это вот здесь в 28-29 стихе, где Господь говорит, что на рабов и на рабынь излию от Духа моего. Но для того, чтобы мы были уверены, для того, чтобы мы были вероятно точны в понимании того, о чем идет речь, Господь говорит еще раз, повторяет еще раз в 30-м, 31-м, 32-м стихе. На земле и на небе будут великие знамения, такие же великие, как засуха и нашествие саранчи, кровь и огонь и столпы дыма, вот что-то грандиозное. что пророк не берется, описывает в деталях. Он говорит, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень. Ну, хорошо, прежде, чем наступит этот день Господень, будут некие апокалиптические знамения космические. А суть в чем, что будет происходить, что же это за день Господень, и что значит, что Дух Божий будет излит на всякую плоть. А вот смотрите, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, потому что спасение будет у иудеев, но и у остальных, которых призовет Господь. Таким образом, вот этот шанс спасения у призывающих имя Господне открывается не только народу Божьему, но и всем, всякий, кто призовет имя Господне. Это мысль малоактуальная, поэтому почти непрочитываемая у предыдущих поколений пророков, здесь у Аиля выходит на первый план, она чрезвычайно важна, она предвосхищает то, что апостол Павел скажет, что во Христе нет ни Элина, ни иудеи, ни раба, несвободного, о том, что день Господень призывает к спасению всякого, всякого человека, и для этого способом, путем, на котором мы можем это спасение найти, является призывание имени Господнего. Собственно, речь идет вот о чем. мы твои люди, мы люди Бога Израилева, мы дом, над которым наречено имя Господне, мы люди Бога Израилева, и естественно, такое призвание имени Господнего сопровождается вступлением в завет и исполнением заповедей, которые дал нам Бог Израилев. Субтитры